Каждое десятое преступление в городе Они слушают ужасную музыку и не знают, кто такой Ленин. Они требуют денег на дискотеке, игнорируют чувства близких. У них проблемы с учебой и алкоголем, сексом и наркотиками. Они могут довести папу до бешенства, маму до слез, а бабушку до инфаркта. Они не собираются прислушиваться к вашему мнению. И что самое главное, они не собираются раскаиваться. Это трудные подростки. Если так посчитать, я был трудным подростком. Бегал. Даже милиции я никогда не боялся и сейчас не боюсь. Потому что я был очень таким разбойником. Меня все в деревне называли. Просто. Я любил много, дрался. Постоянно домой приходил в синяка. Постоянно ссорился с директором, со всеми. Они постоянно кричали. Потом я просто разворачивался. Или посылал, или просто уходил. Просто начинали злитие. Я не знаю, у меня сразу череп сносит и все. Учителя обращаются к нему Павлов. Друзья – Мальвина. А мама когда-то называла Димкой. Когда-то это очень давно. Он тогда был еще отличником, послушным сыном. А потом в их жизни появился отчим. Маленький Дима его побои терпел, а когда вырос, дошло до рукопашной. Учиться перестал, убегал из дома. Год назад его мать лишили родительских прав, а мальчика отправили в интернат. А что общество? По телевизору показывают. Сами знаете, что. Дети, дети. Кому это нужно? Пришел на работу, пришел с работы. А что там творится? У каждого свой мир, никому ничего не интересно. Этот ветер принесет перемены. Ветераны морской пехоты это знали, поэтому лагерь назвали именно так – «Ветер перемен». В них не верили, им не помогали. Три дня подростки группы Риска бегали, отжимались, стреляли, бросали гранаты и постигали другие истины. В последний день желающие писали сочинения. Писали не за оценку, не за грамоту. За право участвовать в параде памяти 7 ноября. Писали безграмотно, корявым почерком, но потрясающе искренне. Что такое война? Зачем устраивают парады? Нужна ли парню служба в армии? Кто такой современный герой? Что касается волос, еще раз повторяю, это привилегии девочек. У мальчиков волосы должны быть короткие. Понятно, о чем я говорю? И шеренга – это на самом деле полоска, а не овалика, не кружочек. Вы должны видеть грудь четвертого человека. У каждой державы есть свои принципы. Когда они не совпадают, получаются столкновения. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Чтобы выиграть войну, надо попытаться избежать ее. Умен не тот, кто ударил первый, а тот, кто попытался предотвратить удар. Есть такое высказывание – лучший бой – это несостоявшийся бой. Чтобы выиграть войну, нужна команда, сплоченный коллектив, чтобы все были дружны и делали все сообща. Я за команда была. Я не был готов, как-то. Бои проблемы, ты вдохнулся. Ну и ладно. Все приседают, пока он не одевает противогаз. Раз, два, три, четыре, пять. Все стоят, он приседает. Раз, два, три, четыре, пять. Отбой газом. Сложили противогазы. Совсем простые, но такие эффективные уроки. Почему же подростки становятся трудными? Как из вчера еще милых, смешных и забавных возникают эти, неуправляемые и откровенно агрессивные? Наши дети – зеркало наших ошибок. Грубые обращения, частые наказания, недостаток внимания или же наоборот, неотступная опека, вызывают у них реакцию протеста. Вот и делают все назло, наперекор. Они сами для себя выбирают тот путь, который им для них приемлемый. Но если тот человек, который им предложил этот путь, где-то соврал, где-то изъюлился, сфальшивил, дети это почувствовали, все, и они отстранились, и они ему уже не будут верить. Алексей Родионов родился в декабре 1967 года в Куйбышеве. С 1986 года в составе боевой десантной группы принимал участие в боевых действиях в Эфиопии. Награжден наградным знаком за дальний поход «Отличник ВМФ». С 2010 года руководитель клуба «Контингент» женат, воспитывает двух сыновей. Мы просили, чтобы ваш инструктор делал то же самое, они делают то же самое. Все у порлёжа? У порлёжа. Бегом! Все! Раз! Вот видишь, как легко и просто. Два! Раз! Два! Раз! Два! Если все будут косить от армии, нашу родину попросту возьмут без боя, и наши дети и внуки спросят нас, а где вы были в это время? А если завтра война? А у нас все парни привыкли только к разгильдяйству, и мы все умрём, а жить-то хочется всем. Армия делает из парня мужика крепкого, выносливого, дисциплинированного. А это одни из главных качеств сильного пола. Такая армия делает людей. Кого-то да, кого-то ломает. Ну, это очень редко, это уже зависит от человека. Но вот из этих парней, процентов 90, их уже ничто не сломает. В всяком случае, армия точная. Тревога! Габанин! Тревога! Субтитры создавал DimaTorzok Им просто не хватает хорошего мужского слова, хорошего мужского отношения. Поэтому они тянутся к тому, что мы говорим, они тянутся ко взрослым мужчинам, которые для них являются авторитетом. Я считаю, что герой это тот, кто не прошел мимо чужого горя и помог. Тот, кто добр и делает для людей многое, не требуя ничего взамен. Современный герой – человек, который сделал что-то полезное для государства. Например, боролся с коррупцией, недобросовенностью в правоохранительных органах, помогал сиротам, людям, которые лишены дома и денег. Современный герой – ветеран. Мы просто обязаны им за то, что нечасто не умевшие писать и читать проливали за нас всю кровь. А нынешняя молодежь просто не чтит их. В школе кто нам рассказывает? Учителя, а тут люди, участвующие в боевых действиях, которые служили не один год. Кому, вероятнее, больше будет известно? Тем, кто просто стояли с указкой у доски или те, кто с автоматом бегали. Зона отчуждения. Так называет Алексей Родионов ту среду, в которой сегодня находятся подростки группы риска. И ту псевдопомощь, которую им пытаются оказать различные структуры. Он не может объяснить, когда и как заболела этой темой. Зачем тратить на чужих детей все свободное время? Выражение «чужие дети» он не понимает. Может быть, потому что у него растут двое своих? И будущее его сыновей он не отделяет от того мира, где им предстоит жить. У меня это очень большой по жизни авторитет. Единственный человек, на котором я вообще равняюсь. Потому что при абсолютно любом состоянии, как бы он себя не чувствовал, как бы ему плохо не было, он все равно будет идти и делать то, что он считает нужным. А считает нужным он, что этих детей, этим детям надо показать новый путь развития, по которому они могут пойти. За время пребывания в этом лагере мы прошли вместе с вами нелегкий путь. Кому-то было тяжело, кому-то было очень тяжело. Но в общем могу сказать одно, что каждый из вас стал немножко взрослее, немножко умнее, я надеюсь. Ну и однозначно стали похожи на тех, кого мы хотели видеть. Вы стали похожи на нормальную команду. КОНЕЦ Даже не знаю, как это назвать, что-то неописываемое чувство какое-то. Как бы приехал сюда одним, уезжаешь с другим человеком. Мировоззрением один поменял. Тяжело уезжать, неохота, конечно. Понравилось очень. Жалко, что смена маленькая три дня. Нет, я бы еще осталась. Даже на месяц три, может. Тут очень хорошо. Вот я не понимаю, у вас здесь граняли, как всегда. Мне это нравится. Объем за речью. Почему тебе нравится это? Для меня это лучше. Не знаю, как для кого, но для меня это лучше. А дома тебя никто не гоняет, никто к дисциплине не призывает? Грубость, цинизм, бесшабашность трудных Зачастую являются маскировкой чувства собственной неполноценности, ущемленности, детскости. Бывшие военные смогли найти сильные стороны, или лучше сказать, качество мальчишек, и правильно их использовать. В ребенка необходимо верить. Это главное. Для трудного подростка нет ничего эффективнее, чем испытать счастье от успеха. Это величайший стимул к самосовершенствованию. Мы так и думали, что просто мы делали эту программу, стараясь сделать ее на три дня и уместить туда все. Потому что мы знали, что в конце концов мы поедем и на неделю куда-то, и на две недели. И эта же программа, мы ее можем спокойно растянуть на это время. Но вот сейчас вот в эти три дня мы пытались уложить, уложить, но все равно кое-что не сделали. Если мы этим занимаемся, значит, это наша работа. Плачья, кто еще сделает, кроме нас? Покажите, кто и занимается еще этими детьми так, как мы? Я не видел лично. Вы видели? Двое разы увидели трудных подростков. Они пришли писать сочинения сами. То есть им сказали, кто хочет, они подняли руки. И пришли, их никто не заставлял. Им дали ряд вопросов, один из которых, что такое война. Они написали то, что они об этом думают. Мы спросили, кто герой. Они написали, что герой – это человек, который готов отдать жизнь за Родину. Это разве трудно быть? Герой. 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 Я думаю, что это начало их нового пути. У нас не зря лагерь назывался «Ветер перемен». Я думаю, эти моменты поменяют немножко их жизнь. Если бы время вернулось, я бы жил нормально, отучился все 11 классов, поступил бы куда-нибудь, не вот сюда, а в какой-нибудь институт или колледж. Я, может быть, пойду туда, в морскую пехоту. Быть там, может, тоже уже буду, когда подрасту, уже буду тоже такой же таскать, как и они, наверное. В прошлом году в России подростки совершили больше 200 тысяч преступлений. Что скрывается за этой цифрой? То, что очень рано значительная часть мальчишек и девчонок попадает в преступный мир и приобщается к его страшным законам? Если в ближайшее время не создать в масштабах государства единой системы, только не программы, а именно системы профилактики, можно будет с уверенностью прогнозировать превращение России в криминальную страну. Страну, где правит преступность, и где живут не по законам и даже не по понятиям, а по случайной прихоти несовершеннолетних головорезов. Субтитры создавал DimaTorzok